Меня зовут Евгений Киося. Моя основная работа это преподаватель университета Каразина. Это тот как раз самый университет, в честь которого собственно и назвали улицу университетскую, день имени которой у нас сейчас происходит. Параллельно я действительно работаю в свободное время в Харьковском зоопарке, который сейчас закрыт на реконструкцию, но рассказывать я вам буду не про университет и не про зоопарк, а рассказывать я буду про проект 15 на 4, логотип на слайде. Share your knowledge, делитесь знаниями, наш девиз. Мы хотим, чтобы люди выступали и делились знаниями, и вот я сейчас сегодня перед вами здесь выступлю. Начну я немножко издалека. Ну, верят, не знаете, совершенно классическое произведение, которое называется «Свинья под дубом». Начинается оно примерно так. «Свинья под дубом вековым, наелась желудей досыта до отвала, наевшись выспалась под ним, потом глаза продравшись встала и рылом подрывать у дуба корни стала». Ну и дальше там не по тексту, но по смыслу я перескажу. Горон там увидел это все с дуба, говорит, «Свинья, ты вообще че? А дуб же засохнет, свинья говорит, а мне пофиг, были б желуди, дуб пусть засохнет, мне все равно». И тогда уже вступает в дискуссию сам дуб и говорит, что ничего, что вообще желуди растут на мне. Ну и весь сюжет он незатейливый, все со школы его знают. Ну и дальше следует мораль. Ну вот вопрос. Поднимите руки, кто знает, какова мораль в басне «Свинья под дубом», то есть к чему вообще это все было написано, то есть о чем вообще автор хотел в этой басне сказать. «Если вообще такие в этом зале, значит, или их нет?» Я вообще-то рук никаких поднятых не вижу, но я знаю, что обычно, когда я задаю этот вопрос многим школьникам, то они хотя учили эту басню, то говорят, что это такое. Но эта басня про неблагодарность человеческую, какие-то межличесные отношения, мы к человеку хорошо, со всей душой, что-то ему сделали хорошее, услугу какую-то оказали, а он к нам по-свински. Но на самом деле эта басня совсем не об этом, а басня это, как ни странно, про науку. И заканчивается она такой моралью. «Так и невежда выступлений бронит науку и учение, и все ученые труды, не чувствуя, что он скушает их плоды». То есть точно так же, как свинья не знает, что желуди растут на дубе, так и многие люди не знают, что многое из того, чем они пользуются в жизни, это на самом-то деле результат научных исследований. И вот сегодня мы больше живем и меньше болеем благодаря достижениям биологии и медицины, мы пользуемся разнообразными приспособлениями, тем же самым айфоном, на который надо зарабатывать, собирая апельсины в Испании. Благодаря достижениям физики, благодаря достижениям генетики, мы выводим новые сорта растений, породы животных и так далее. То есть весь тот общественный продукт прогрессивный, который сейчас есть, это все результат науки, хотя многие люди об этом не знают. Очень часто можно услышать, что науку себе могут позволить какие-то богатые страны, где все хорошо, благополучно, у них на все есть деньги, на какие-то самые важные человеческие проблемы, ну и соответственно у них есть деньги и науку финансировать, поэтому там где-нибудь в Германии или во Франции или в США на науку выделяется много денег, ну а мы, так сказать, люди бедные и мы не можем себе позволить финансировать науку и вообще что там полезного эти ученые делают. А на самом деле тут связь прямо противоположная. Это богаты как раз те страны, которые вкладываются в науку, которые вкладываются в новые технологии и благодаря этому они получают интересный прогрессивный продукт и благодаря этому, в общем-то, там все такие богатые и есть. И вот кто-то всегда в обществе должен выполнять роль этого ворона, который сидит на дубе и рассказывать о том, что, вообще-то говоря, некоторая польза от этого дуба имеется. Это и есть ниша популяризаторов науки, причем если на Западе она уже давно и прочно занята, поделена и там многие есть очень интересные персонажи, то у нас ситуация немножко иная. Вот, например, Хэн Грин, это американский очень известный популяризатор науки, среди всего прочего. И он действительно является звездой, таким себе селебрити. Может быть, он, конечно, не так известен, как там какие-то топовые голливудские актеры, или певцы, или еще кто-нибудь, но, тем не менее, у него, в общем-то, многомиллионная аудитория. Он брал интервью президента Соединенных Штатов, то есть он вполне себе узнаваемое лицо и популярная персона. И у него несколько научно-популярных каналов совершенно замечательных, на которых можно выучить, если вы знаете английский, практически все что угодно. Ну, это только один пример, там этих популяризаторов науки, в общем, хоть отбавляй. А что же у нас? А у нас до недавнего времени с популяризацией науки было очень плохо. И у нас вместо популяризации науки вот что было и есть. Да, везде в метро, ну, они и до сих пор висят, конечно, плакаты школы эзотерики, которые вас научат, как притягивать, так сказать, утюг своим животом, гадать на картах Таро, заодно вас научат психологией так называемой, значит, медитацией и всему прочему. А в месте под названием планетарий замечательном вы можете сфотографировать свою ауру, да, и посмотреть, красная там у вас, синяя или зеленая, и на сайте этого замечательного прибора, который там стоит, написано, что наука давно доказала существование ауры, приходите за умеренную плату, мы вам ее сфотографируем. И у нас вот эта ниша, которая в голове у людей должна быть занята каким-то знанием о мире научным, она была занята вот этим. И сложно их, понимаете, обвинять в этом, потому что человек хочет жить в понятном мире. Люди хотят понимать, что вообще вокруг них происходит. И если они не имеют нормального научного обоснования, то, соответственно, вот его место занимает это. Ну а как они получат научное обоснование? Очень часто ученые, которые сами делают исследования, они донести их в популярной форме не хотят, не могут, не видят возможным, почему-то это не получается. И вот от этого берется необходимость популяризации науки. И вот до недавнего времени все было очень грустно и печально, и вдруг, где-то примерно 5 лет назад процесс этот начался и очень активизировался в последние 2-3 года, возникла масса научно-популярных проектов, неожиданные вдруг, почти одновременно. И на самом деле очень интересно, как это получилось. Возникло несколько лекториев, но я расскажу конкретно на примере Харькова. Возник лекторий 15 на 4, возник лекторий Intellect Networking, возник лекторий Вильный университет, открытый университет Майдан Мониторинг. Университет открыл свой эксплуаториум, Ландау-центр, который в центре города находится, где всякие научные чудеса показывают. Работает и развивается тоже созданный за последние буквально 5 лет сайт «Моя наука», который на украинском языке рассказывает о научных достижениях. И начали проводиться такие тематические научные мероприятия, научные пикники, ночь науки, дни науки. Открылась и активно заработала платформа онлайн-курсов «Прометеус», которая набирает обороты. То есть все это возникло за очень короткое время и успешно развивается. Вот это то, что из Харькова легко доступно. Отдельный вопрос, почему это в Харькове пошло лучше и быстрее, чем в других местах, и почему это возникло именно за последние несколько лет. Но я, кстати, на него такого короткого ответа не знаю. Длинно рассуждать мне сейчас не хочется на эту тему. Я расскажу конкретно про проект, в котором я больше всего участвую сейчас. Это проект «15х4». Название очень простое. Это четыре короткие лекции, которые четыре лектора или лекторки читают. Каждая из них примерно по 15 минут. Ну, плюс время на обсуждение. В итоге вечер чтения лекции «15х4» занимает где-то 2,5-3 часа. Вот каждая лекция 15 минут. Между второй и третьей лекциями небольшой перерыв, на котором мы угощаем наших гостей чаем и яблочком. Вот здесь, на этом слайде, ну не знаю, как вы там увидите, кто поближе, наверное, увидит, темы лекции наших шести ивентов, шести вечеров с лекциями. И эти темы, они очень разнообразные, охватывают самые разные сферы науки. Это и биология, и физика, и социология, и лингвистика. В общем, практически все, что угодно. Главное, чтобы тема лекции действительно была научной. То есть мы пытаемся что-то противопоставить тем самым зеленым человечкам, медитациям, так сказать, и гаданиям на картах Таро. Хотя, в принципе, если какой-нибудь человек придет к нам и скажет, что я хочу сделать научную лекцию про карты Таро, про их возникновение, про то, чем они отличаются от обычных карт, и кто из них происходит друг от друга, почему там возникло 4 масти и так далее, то такую лекцию мы поставим. А вот если кто-то придет к нам гадать на этих картах, то тогда, наверное, нет. То есть это лекция действительно научного толка. Значит, как это все получилось? Это получилось таким образом, что в Харькове собралось какое-то количество людей, которые захотели действительно делиться своими знаниями. Вот здесь вот в центре, кнопки у меня тут нет для того, чтобы показать, но вот второй в верхнем ряду, это присутствующий, кстати говоря, здесь Александр Гопак, который был одним из главных идейных вдохновителей этого проекта. Какая-то компания людей вместе с ним собиралась, они рассказывали друг другу какие-то новости из мира науки, и постепенно это переросло действительно в масштабный лекторий. И в чем секрет успеха этого проекта? В том, что в нем сразу стало принимать участие люди, которые занимаются разными задачами, которые делают разное и вместе в то же время делают общее дело. Это и лекторы, люди, которые приходят поделиться своими знаниями, почитать лекции. Не обязательно это должны быть какие-то специалисты, там профессора, доктора. Главное, чтобы это были люди, которые действительно разбираются в каких-то темах, которые потратили время на изучение какого-то вопроса. Это люди, которые занимаются операторской работой, делают фото- и видеосъемку. Это люди, которые занимаются потом монтажом видео, для того, чтобы его потом можно было выделить. Люди, которые помогают лекторам работать над лекциями, улучшать презентации, улучшать тексты. Люди, которые занимаются выпуском, кстати говоря, нашей такой вот сувенирной продукции. Как-то не хочется говорить, какой-то застампованный такой оборот. Вот, например, мы выпускаем очень милые наклеечки. И вот я когда закончу, то в конце лекции можно будет прийти не только со мной тут пообниматься, но это как вы захотите, собственно, а еще и взять наших милых очень наклеечек, которые тоже люди, которые занимаются этим, печатают и разрабатывают их дизайн. Кто-то в социальных сетях это все рекламирует, кто-то делает совершенно удивительный дизайн. Ну, то есть работает такая команда. И вот началось это все дело с Харькова. Собственно, если вы хотите подробнее узнать, как эта система работает вместе, и что нужно сделать для того, чтобы она заработала, то можете посмотреть лекцию Александра Гапака, которая так и называется «15 минут про 15 на 4». Там очень подробно расписывается вся идеология, кто что делает перед проведением вечеров с лекциями, ивентов так называемых, во время их, после них, как организовать работу. Я на этих технических вопросах сейчас не буду останавливаться. И вот посмотрите, это карта имеющихся на сегодняшний день отделений 15 на 4, ну или тех, которые откроются буквально уже очень скоро. То есть у нас уже этих отделений существенно больше десятка. Началось все с Харькова, потом открылся лекторий в Киеве, потом начали открываться лектории и во Львове, в Москве и так далее. Очень интересно, что у нас есть сразу два лектория в Молдове, чего, казалось бы, от Молдовы сразу никто не ожидал, в Кишиневе и в Бельцах. И есть несколько лекториев в России, в Москве, в Самаре, и даже в Комсомольске-на-Амуре, что вообще уже где-то там к Тихому океану ближе. Некоторые люди, правда, скептически относятся к идее, что вот как же так, лектории в Москве, например, может быть, это вообще тут так называемая рука Москвы замешана в этом проекте, что вы тут финансируетесь вообще из Москвы, из каких-то враждебных нам стран. Да, но на самом деле проект наш совершенно аполитичный, он к политике не имеет отношения. И кроме того, если уж говорить серьезно, то это скорее не рука Москвы в Харькове, а рука Харькова в Москве, потому что наш лекторий Харьковский, он исторически был первым, и уже потом открылись лектории в других странах. Ну и, собственно, проект планирует расширяться. Скоро открываются лектории в Полтаве и в Днепре. Есть планы по открытию их, собственно, в каждом крупном городе Украины и за ее пределами. И вот я могу рассказать о том, в чем я принимал участие. Собственно, я делюсь таким своим личным опытом тут больше. Это открытие 15 на 4 в Кишиневе, в столице Молдовы. И надо сказать, что проходило оно в очень такой своеобразной атмосфере, назовем это так. Но вот вы, если сюда шли, то вы наверняка видели таких рыцарей, которые там друг другу стучат по голове мечами. И вот там мы делали открытие в зале рыцарей, в месте под названием Арт-Лабиринт. Это очень странное было место. Там с потолка свисали канаты, на стенах там висели всякие мечи и луки. А посадить наших гостей мы могли только на разваленные такие какие-нибудь советские диваны и кресла, которые стояли в этом зале. И вот мы их поставили, взяли у охранника, который смотрел телевизор, удлинитель для того, чтобы включить проектор, притащили какой-то белый экран для того, чтобы было куда проецировать. В общем, там где-то взяли эти диваны, которые разваливались меньше всего, как оттащить от стены, попробовали с них там стереть слой пыли. Значит, и провели первый ивент, на котором было, включая организаторов, 15 человек. И, ну, казалось бы, да, не очень-то популярное мероприятие. И, тем не менее, с этого мероприятия началась очень активная работа отделения 15 на 4 в Кишиневе. И сейчас местные кишиневские ребята проводят ивенты, на которые уже ходят значительно больше людей. Они проводятся регулярно, то есть эта система заработала и работает очень хорошо и продуктивно. То есть тут главное начать. А вот это, например, место, где проводятся ивенты 15 на 4 в Черновцах. А проводятся они в здании ратуши, то есть городского совета фактически. Там есть такой внутренний дворик, где выступают лекторы. И согласитесь, что научно-популярные лекции – это не худшее применение для здания городского совета. Ну, как говорится, все познается в сравнении. Кроме того, мы уже провели несколько фестивалей. Один из них был под Одессой, а второй из них был в селе на Западной Украине, которое называется Отроков. Там был совершенно уникальный фестиваль на самом деле. Он проводился в таком, ну как замке-не замке, но в такой вот усадьбе с очень интересной историей. Там мы делали несколько вечеров с лекциями, на которые приходили не только, ну мы участники фестиваля, команда 15 на 4, которая съехалась из разных городов, и мы могли пообщаться. Но туда приходили и местные жители. Там, правда, некоторая часть из них приходили, большей частью, посмотреть после завершения лекции на лазерное шоу и на дискотеку в последний день. Но, тем не менее, на лекции они тоже приходили. И вот тут как раз момент, когда я там читал, среди всего прочего, лекцию про ленивцев. Там очень интересная лекция, кстати говоря. И, ну, мне еще она понравилась. И вот у местных жителей возникли вопросы, и они пошли задавать их, так сказать, прямо на сцену. Да, был момент очень интересный, да, когда мы вели там в таком селе на Западной Украине дискуссии на научные темы. Вот, правда, там временами приходилось призывать местную там милицию, полицию для решения этих дискуссий. Но вообще, в целом, мне казалось, что все удалось. Там приходили дети, они задавали вопросы, и фестивали, на мой взгляд, очень удались. И на самом деле в Харькове мы уже стали собирать, ну, пока что не стадионы, но, во всяком случае, довольно большие залы. И вот один из ивентов, на котором, наверное, пришло больше всего людей, которые заняли почти всю ту площадку, которая была у нас на тот момент. Потом, когда с этой площадки пришлось переехать на другую, то возникла ситуация, что фактически мы просто перестали уже помещаться. И у нас возник вопрос, что к нам приходит больше 150 человек, и эти люди просто банально не влазят в залы, которые недостаточно велики. И вот на один из ивентов к нам просто пришли люди, которые несколько часов просто стояли где-то там в проходах или под стенкой, потому что им не хватило места. И после этого мы уже поняли, что надо брать какой-то действительно большой зал. И в последнее время ивенты уже проходили в здании Института монокристаллов, который находится на проспекте науки. Очень удачно его как раз переименовали из проспекта Ленина. То есть мы популяризируем науку на проспекте науки. Ну и кроме того, лекции наши, они записываются. Вот даже сейчас эта лекция снимается. И, вероятно, кто-то ее сейчас уже будет смотреть на Ютубе, а не вживую. И на нашем канале на Ютубе выкладываются лекции из разных городов. Их могут посмотреть люди. Это скриншоты уже некоторое время. Я его сделал назад. Нашему каналу на Ютубе сейчас около года всего. Он был зарегистрирован в сентябре 2015. И вот за чуть больше, чем год на этом канале уже более 250 тысяч просмотров. Ну, сейчас на скриншоте несколько менее. А сейчас уже за время, которое прошло, перевалило уже за эту цифру. И понимаете, много это или мало? 250 тысяч просмотров за год с небольшим. То есть, с одной стороны, если мы сравним это с видео, где там какая-нибудь очередная школьница-видеоблогерша достает что-то из своей сумки и рассказывает, что у нее в этом отделении лежит тетрадка, а в этом расческа, а в этом помада, то, в общем, у нее одно видео может столько просмотров набрать. Причем не за год, а за месяц. То есть, с одной стороны, казалось бы, вроде не очень много. А с другой стороны, ну почему люди смотрят на школьниц, достающих что-то из своей сумки, понятно. Тут вопросов нет. А вот почему люди смотрят научно-популярные лекции и как сделать научно-популярные лекции, чтобы их смотрели так же, как всякие дурацкие вирусные видео. Вот это уже есть некоторое искусство. И, как я считаю, результат этот довольно тоже хороший. Тем более, что когда я проверял, считал эти все просмотры буквально в августе или в сентябре, там было еще чуть более 200 тысяч. То есть, вот эти вот практически 50, они набрались за последнее время. То есть, людям это интересно, люди это смотрят. И проект развивается. Ну и здесь я, собственно, даю наши координаты все. Вы можете посетить наши группы ВКонтакте, на Фейсбуке, почитать, что мы пишем в Твиттере, посмотреть, что мы зафоткали на Инстаграм. И, конечно, посетить сайт 15x4.org. Ну а кроме того, даже если вы там не запомнили никаких ссылок, то вы можете просто всегда ввести в Гугле или в других поисковиках 15x4, и вас с довольно большой вероятностью выведет именно к нам. Ну, в зависимости от ваших ранее сделанных поисковых запросов, там есть еще некоторые опасения, на что вас может вывести. Но в большинстве случаев это все-таки будет именно наши научно-популярные лекции. Так что подписывайтесь на нас, читайте нас, связывайтесь с нами. А главное, вы можете, если вас интересует, прийти к нам и стать частью нашего проекта. Если вы хотите почитать лекцию и считаете себя компетентным в каком-то вопросе, вы должны прийти к нам на наши репетиции, которые происходят по вторникам вечером, в 7 часов вечера они у нас происходят, и выступить, попытаться с этой лекцией перед участниками сообщества. И если эта лекция действительно хорошая, то после определенных, может быть, поправок, улучшений, а иногда даже и без них, она потом может быть прочитана на наших ивентах. Если вы умеете хорошо фотографировать, если вы умеете монтировать видео и хотите этим заниматься, если вы любите дизайн, можете нарисовать нам какую-нибудь новую наклеечку, если вы умеете гениально мыть и резать яблоки и так далее, вы нам нужны. То есть мы принимаем людей с абсолютно разными талантами, лишь бы они помогали в популяризации науки. Повторюсь, у нас нет каких-то входных ограничений, что мы принимаем людей не старше, чем, не младше, чем, с такой-то квалификацией и без такой-то квалификации. Для нас главное это приверженность к идеалам науки и желание делиться знаниями. Ну и мои координаты, соответственно, на этом последнем слайде тоже есть. Можете попытаться связаться со мной, но не гарантирую, что это хорошо кончится. Если у вас есть вопросы, то я на них отвечу с удовольствием. АПЛОДИСМЕНТЫ